доброго дня приветствуем вас на канале интернет-магазина энергомаг меня зовут александр я предлагаю новое видео по теме сколько узо или дифференциальных автоматов необходимо устанавливать в электрическом щите для надежной защиты человека от поражения электрическим током в начале видео традиционно хочу поблагодарить наших подписчиков которые остаются с нами помогают развивать наш канал огромное спасибо если же вы попали на наш канал впервые я рекомендую вам подписаться на наш канал для того чтобы регулярно получать новые интересные видео по темам системы заземления молния защита дома электромонтажные работы твердотопливные котлы солнечные станции по другому оборудованию которое представлено нашем сайте энергомаг.нет также рекомендую вам досмотреть данное видео до конца чтобы узнать о интересном историческом факте который произошел 15 мая 2016 года в предыдущем видео я рассказывал о том чем опасна популярная электрическая схема узо и реле контроля напряжения в квартире советской постройки и это видео вы можете посмотреть по ссылке в описании к данному ролику следующее видео которое выйдет на нашем канале будет на тему как сделать молнию защиту дома своими руками и в этом видео я дам вам пошаговую инструкцию для монтажа перейдем к теме сегодняшнего видео в начале к я коротко расскажу что такое узо а потом расскажу сколько необходимо устанавливать узо в электрическом щите на примере двухкомнатной квартиры и так что такое узо когда я готовился к теме данного видео и решил посмотреть в википедии на русском языке значение аббревиатуры узо то там на первом месте стоит значение что узо это алкогольный напиток а уже на втором месте узо это устройство защитного отключения управляемое дифференциальным остаточным током наш канал не алкогольных напитках поэтому мы принимаем аббревиатуру применяем узо это устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током хотя в моей жизни был курьезный случай когда я предложил заказчику установить узо в его квартире и произнес слово узо он меня поправил узи на что я ответил что узи предназначена для других целей но также связано с жизнью человека итак какой принцип работы узо узо срабатывает отключает линию если разность между током который протекает по фазному проводнику и по нулевому проводнику будет более уставки срабатывания срабатывания например 30 миллиампер дифференциал это латинское слово которое в переводе означает разность то есть разность тока в 30 миллиампер когда же может появиться дифференциальный ток дифференциальный ток или как еще говорят ток утечки может появиться при ухудшении изоляции проводов или электроприборов этот ток будет стекать на землю через корпус прибора или не дай бог через тело человека который прикоснулся к этому электроприбору то есть узо является защитой человека от поражения электрическим током и в правилах устройства электроустановок украины об этом сказано в пункте 1776 дословно там написано что дополнительным способом защиты от поражения электрическим током в электроустановках до 1000 вольт является применение узо с номинальным дифференциальным током отключения не более 30 миллиампер те же правила устройства электроустановок украины в пункте 1781 запрещают устанавливать узо в системах тнс то есть квартирах времен ссср почему запрещено устанавливать узо в советских квартирах вы можете посмотреть видео на нашем канале и ссылка на это видео есть по ссылке в описании если вы приобрели или планируете приобрести квартиру в новострое в электрощите такой квартиры обязательно должно присутствовать узо вопрос какая схема и какие и какое количество узо рассмотрим возможные схемы установки узо в одном электрощите квартиры схема номер один самым бюджетным или дешевым вариантом является установка и подключение одного общего узо на всю электропроводку квартиры действительно бюджетность ремонта имеет далеко не последнее значение но такая схема имеет самый главный и основной недостаток при появлении тока утечки на одном из электроприборов в вашей квартире это может быть примеру стиральная машина бойлер или электрическая духовка вы не сможете без помощи электрика определить в каком электроприборе появилась проблема и вам придется как говорят сидеть без света пока к вам не придет грамотный электрик учитывая что сейчас найти электрика просто электрика а тем более еще и грамотного довольно сложно вы должны быть готовы к последствиям такого бюджетного ремонта схема номер два это схема в которой установлены отдельные более чувствительные узо с номиналом потока утечки обычно составляющие от 10 до 30 миллиампер скажем для стиральной машины отдельно для бойлера отдельно и установка на вводе в электрический щит общего водного узо с дифференциальным током отключения 100 миллиампер такая схема несомненно имеет очевидное преимущество над схемой номер один так при нарушении изоляции какого-либо бытового электроприбора сработает узо установлена именно для защиты этого прибора обесточив опасный участок они всю квартиру целиком недостатком использования нескольких устройств защиты или узо конечно это более высокая стоимость реализации такого варианта защиты случае его выбора обязательно стоит учесть наличие свободного места для и уст для установки этих узо в электрическом щите кроме того не нужно забывать что узо является защитой от токов утечки на землю а не от токов перегрузок и коротких замыканий поэтому защищаемую цепь после такого узо обязательно должен быть включен автоматический выключатель нужного номинала защищающий не только цепь но и само устройство защитного отключения при возникновении перегрузки и от коротких замыканий соответственно нужно тоже место в электрощите для этих автоматов схема номер три такая схема применяется в случае дефицита свободного места в электрощите когда количество узо и автоматических выключателей для защиты запланированных электрических групп слишком велико рекомендуется использовать дифференциальные автоматические выключатели это такие называется дифф автомат которые совмещают себя функции узо и автоматов защиту от коротких замыканий и от перегрузки какие цепи следует защищать используя отдельные устройства защитного отключения это прежде всего электрические группы питающие розетки влажных помещений таких как ванные комнаты кухня кухонные помещения балконы и так далее розетки жилых комнат имеет смысл группировать по несколько штук например одно узо на комнату предвижу вопрос какую схему вы применяете мы применяем схему номер три мы это компания электрик которая предлагает электромонтажные работы с гарантией 24 месяца монтаж контура заземления под ключ своей дачи и протокола и паспорта проверку контура заземления и другие электрические измерения почему схему номер три такая схема обеспечивает максимальную защиту человека от поражения электрическим током и такая схема наиболее универсальна и удобна для эксплуатации жильцами квартиры скажу к слову мы с заказчиком перед началом выполнения работ проговариваем все детали и выбираем или останавливаемся на одной из схем главное чтобы схема обеспечивала максимальную защиту и была выполнена согласно требований правил устройства электроустановок а теперь я расскажу о историческом событии о котором говорил в начале видео и вы сможете увидеть далее в нашем ролике это сюжет австралийского телевидения об этом событии 15 мая 2016 года в австралии приземлился самый большой в мире самолет это украинский самолет on 225 мрия который перевозил генератор массой 130 тонн из чехии видео на английском языке но перевод вам не понадобится вы все поймете все поймете по эмоциям людей вы скажете а при чем здесь ваш канал это видео мы решили показать это ответ на комментарии что по поводу узо всю жизнь жили без всяких узо узо придумали продавцы если вы электрики хотите быть профессионалом высокого класса вы должны не только все делать по правилам но и объяснять своим клиентам что мир не стоит на месте и тогда ваши клиенты будут встречать вас как те 26 тысяч австралийцев которые встречали украинский самолет ну вот в принципе и заканчивается наше видео если остались появились вопросы задавайте в комментариях если не подписаны обязательно рекомендую подпишитесь на наш канал не забудьте поставить лайк если видео понравилось поделиться нашим видео в социальных сетях а теперь непосредственно видео прибытие украинского самолета в австралию всего хорошего а 6 engines and wings spanning more than 88 meters just after 11.30 this morning touchdown delayed by two hours in Kuala Lumpur this is the first time the Antonov has landed in Australia Alpha Delta Bravo 3610 welcome to Perth the 28-year-old cargo carrier was welcomed by a water salute drenched after its six-day trip from the Ukraine massive well worth coming down that's pretty impressive yeah yeah it's pretty good it's good fun to see something a bit different to see it in real life it's just mind-blowing you have to be here to see it but we gave it the biggest welcome more than 15,000 lining the fences cramming into viewing decks the Australian media also in position to see the Antonov land safely aviation enthusiasts traveled across the country camping outside the airport for more than four hours it's a once in a lifetime opportunity I think to to see this great plane in the flesh up close and there's people come over here from the eastern states there's people monitoring its movements online throughout the world so they've been tracking its flight all the way from Prague to here it also caused major traffic headaches roads around the airport at a standstill Sam Vincent was forced to abandon his car just to make his flight we got out from Kel's parents car because we just had no other choice probably about a four four and a half day walk there was quite a lot of congestion on the roads we managed it as best we could today but with 16,000 people coming to the terminal in one hit that's a lot to manage so there may have been some small impacts but nothing significant today